Так, ну проверим заточку ножи. Это как бы называется заводская заточка, правда это не совсем завод, это ручная работа. И большинство японских мастеров, которые делают разные сантуки, наки, гето, деба, вот, бунка, они не затачивают под супер острый... Они не делают супер острую заточку, чтобы продавать свои ножи, потому что большинство шеф-поваров, они предпочитают сами затачивать под себя, что им нужно. То есть у них как бы идет дефолтная, обычная, простая заточка. Вот обычно, чтобы проверить, есть ли здесь заусенцев, непонятное дело, такого заусенца здесь не будет. Можно также всегда проверить нож, ноготь, впирается ли он в ноготь или проскальзывает. Если он проскальзывает, то это не очень острый нож. А если вот он, о, впирается прям в ноготь, очень хорошо, вот это. Это называется обычная заточка, то есть она не супер острая. Но мы проверим. Ну начнем тогда с накири. Накири это нож, сделанный для марка японского мастера, который сделал этот нож. Накири он используется в основном для рубки овощей, для резки много овощей, сложных овощей, типа там тыкву порезать или какой-нибудь там кабачки, у которых кожица очень такая, ну, твердая. То есть они очень хорошо, потому что я очень много овощей режу, и он очень удобный для резки овощей, а также им можно и резать обычно мясо, любые овощи. Бумагу для проверки лучше брать из журналов или каталогов, потому что она мягкая и тонкая, а обычная бумага, типа от принтеров всяких, вот такая, ну, блядь, любой нож ее практически может порезать нормальный. Вот, ну что, проверим. Накири из высокоуглеродной стали, айогами называется, очень хорошая сталь. Видишь, если держать, ну, если ты будешь держать, она будет мягкая, она никуда не денется, вот. Вот так вот, Накири. Дальше идет мой любимый, это называется Сантука. Тоже сделано из высокоуглеродной стали, но это Шиогами, это называется белая сталь номер два. Это голубая сталь или синяя сталь, называется Blue Steel. Айогами, а это Шиогами. Вот это очень удобно затачивать, она прям, ну, прям вот она моя любимая сталь из всех сталей. Дебра любит нержавейку, а я люблю именно высокоуглеродную. Но вот за такими ножами, вот за этими двумя нужно ухаживать. Но смотри, что самое интересное. Видишь, здесь покрытие идет из нержавейки, а кор, то есть средняя часть, середина, сердце ножа сделано из высокоуглеродной стали. Вот можно видеть, знаешь, вот эта вот зеркальная поверхность, вот эта линия идет, это высокоуглеродная сталь. А это покрытие называется из нержавейки, то есть Clad, Stainless Clad. Она защищает, и тебе нужно в основном ухаживать только вот за этой линией. Потому что она может покрыться ржавчиной, петиной. Но петина нужна, потому что она защищает нож натурально. Вот, это один из самых острейших ножей, которые у меня есть. Смотри. Это Сантука. Как же я обожаю его. Вот. Ну, а это Дебра-ножи. Дебра, она любит очень сильно дамасское покрытие. Такой стали, как Дамаскос, нету дамасской стали. Это называется стиль покрытия. Вот этот вот стиль. Вот эти волны красивые. Это называется покрытие Дамаскос. Вот. Это нержавейка SG-2 сталь называется. Очень хорошая сталь. Вот. Тоже, ну, она любит легкие ножи. Они прям вот, вот, вот прям как волосик. Ну, этот нужно ей немножечко подточить. И последний ее ножик тоже Сантука. Тоже из стали ВГ-10. Очень хорошая сталь. Нержавейка. Легкая. Дебра прям любит легкие ножики. Ну, она не любит супер острые ножики, потому что она любит, чтобы они, видишь, они, он не супер острый по сравнению с этими. Но моя жена предпочитает вот такую заточку. Что поделать? Кто я такой, чтобы ей говорить, как ты можешь заточку такую иметь? Не, ну, это, это, это моя заточечка.